Круглый стол по теме послания президента Российской Федерации «Новые меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан» провели активисты Щелковского отделения партии «Единая Россия». В обсуждении приняли участие депутаты Мособлдумы, сотрудники администрации, депутаты городских округов Щелково и Звездный городок, начальники управлений социальной поддержки населения, члены общественной палаты и представители местных общественных организаций. Открыл работу круглого стола глава городского округа Щелково Сергей Горелов. Открывая эту дискуссию, хотел бы придать ей определенное направление, как минимум показать, перед какими вызовами мы стоим. Нам нужно быстрее, не откладывая, решать масштабные социально-экономические, технологические задачи, перед которыми стоит наш регион. Их содержание и ориентиры отражены в национальных проектах, реализации которых требует нового качества государственного управления и работы правительства, а также всех уровней власти и прямого, конечно же, диалога с гражданами. На круглом столе глава городского округа Звездный городок Евгений Боришевский отметил, что реализация мер социальной поддержки наименее защищенных слоев населения напрямую связана с принятием поправок в Конституцию Российской Федерации, голосование по которым назначено на 22 апреля. Мне отрадно, что Щелковское местное отделение партии выступает с такой инициативой. Я так понимаю, что сегодня первая встреча, через череды встреч до 22 апреля, а именно на эту дату сейчас будет обращено все внимание. Это среда, его сделают выходным днем. И мы также выступаем в поддержку и предлагаем одну из площадок провести на территории городского округа Звездный городок. Депутат Московской областной думы Владимир Шапкин сообщил, что из всего принятого на 2020 год регионального бюджета в размере 763 миллиардов рублей 30 миллиардов – это прямые льготные выплаты. Они отражены в целом перечне постановлений областного правительства, принятых за последнее время. Не случайно я попросил своих помощников распечатать. Это 104 страницы стоят как раз 30 миллиардов рублей и 2 миллиона 400 тысяч жителей, которые должны получить эти льготы. Но, казалось бы, это все хорошо. Подавляющее большинство льгот имеют заявительный характер. Иными словами, наша задача сегодня и председатель Думы Игоревич Бринцалов нам поручил вот этот документ и самим переработать. И привлечь к этому те структуры исполнительной власти, которые этими вопросами будут заниматься. О том, что информация о предоставляемой льготной социальной поддержке определенных категорий граждан должна дойти персонально до каждого, кому она предназначена, говорил депутат Московской областной думы Николай Черкасов. Он попросил всех присутствовавших на круглом столе, руководителей и специалистов учреждений, занимающихся оказанием социальной и правовой помощи населению, обратить на это особое внимание. Естественно, все это потребует от нас самих более глубокого, детального изучения и понимания, самое главное, порядка и условий применения этих льгот. А для этого, конечно, нужно немножко себе представить, что это такое. Поэтому вот в этой брошюре здесь сделано как бы на две части разбитые эти льготы, то есть выделена каждая категория. И сначала идет областное законодательство, что оно предусматривает по применению этой льготы условия, выплаты, ссылки на тот или иной нормативный документ. Затем вторая часть – федеральное законодательство. На круглом столе выступавшие обозначили основные вопросы, которые решают в настоящее время органы пенсионного обеспечения, социальной защиты и здравоохранения для реализации мер поддержки льготных категорий населения. По итогам круглого стола подготовлена резолюция, нацеленная в том числе на контроль со стороны партийных органов «Единой России» во властных структурах за исполнением адресных мер социальной поддержки, намеченных для исполнения в 2020 и в последующие годы. Андрей Цеханович, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.